Эта река, сейчас она берет свое начало в 20 километрах, отсюда впадает волн, но река обмелела, и поэтому решено было вот так послевоенное время провести ее в городе, именно через трубы к волнам. А мы сейчас поворачиваем на проспект Ленина, здесь у нас и начало центрального района, и впереди по проспекту мы увидим слева в данный момент памятный знак стрельцы на фоне волны, дата основания города 1589. С левой стороны за зелеными насаждениями два здания желтого цвета, пережили Сталинградскую битву, построены были в Старом Царице, и сейчас здесь находится Волгоградский областной крыльевический музей, а справа стороны здания с колоннами послевоенное здание Дворец культуры профсоюза. Еще раз посмотрим влево, и вот так здание с колоннами за зелеными насаждениями, здесь находится кабинет нашего губернатора Андрея Ивановича Бочарова, Волгоградская областная дума, Волгоградская областная администрация. С левой стороны у нас медицинский университет, город студенческий, можно считать по праву, 10-11 наших волгоградских вузов и оклыводских филиалов вузов других городов, то есть студенческий город, и очень много у нас не только студентов, которые приезжают из области, либо наши волгоградские студенты. Повторю, на небольшой глубине два трамвая скреплены между собой, и вот так курсирует, не мешая никому, и не стоит он в пробках. Вот с левой стороны для отдыхающих затем, посмотрите, серое здание за нами осталось здесь, у Конфил выпускает наши знаменитые волгоградские конфеты, но это потом еще озвучу. А вот в данный момент слева двухэтажное красное здание, это как раз построили здание конец 19-го, начало 20-го века, жили купцы Серебряковы. А выехали мы сейчас с вами на улицу Советскую, пока доедем с вами до открытой экспозиционной площадки музея панорамы «Сталинградская битва», несколько слов о нашем городе. Итак, когда уже построили крепость царица на правом высоком берегу, специально строили для укрепления южных границ от набегов кочевников. Вскоре крепость утратила свое значение. В 1917 году, это был большой губернский город, в Красной армии и так и белогвардейцы стремились его захватить, и в течение полугода работал в нашем городе Иосиф Веселка. В сеть библиотек, вузы, началась Великая Отечественная война, и на период уже 1942 года франшизисты планировали захватить плодородные земли Тона, Кубани, дойти до Сталинграда, всего лишь за неделю захватить Сталинград, переправиться через Волгу, дойти до Астрахани, затем до Нефти Кавказа, и две годы началась Сталинградская битва. Продолжалось 200 дней и ночей, закончилось 2 февраля в 1943 году. Но началась и сразу здесь, в самом Сталинграде. Давайте посмотрим левее от нас. В 1942 году, то есть здесь хранилось зерно, и трава по лягу, по лягу и затем по плеке. То есть нужно было помогать фронту, нужно было помогать нашим мирным жителям. И вот так несколько было текло по выпечке пледа. Там, как будто мельница была права, поэтому мы потом чуть дальше проверим, видим с вами трубу. Здесь, вы видите, это здание, в него не попало бомба. Мельницы шли оттуда, стоят, и нужно было бы всюду. Только у южников-вокалистов Среди Грекова, они изобразили один день войны на Мамаево-Фургане. Мы поднимаемся на высоту, где мы видим современный город, а там поднимаются, там будет стоящий на высоту, где Мамаево-Фурган, а здесь у вас к 6 января в 1905 году, то есть тогда уже заканчивается фронта. Ну, как-то мы пытаемся сказать за гостюрами. Проходится на высоту, аппетита,iche'тем Поставка в 1905 году, hvis she ввы свои представители, и она поднимаются наực «F м op». И может быть ещё не пустяку, если в к Palmercku лайц! Что тут ты узнаешь, 나 и слышишь vient, как будто конец! Он не бывает на него. Только его чудес talk, я считаю, которая скourget reviewed料, Толькоings Unternehmenöhepium, делом которые подготовлены relieve, Чтобы думать, не забыватьIII имяoltоверное особо, для этого, то есть не toy肉 чекок手. В четырех местах во время Сталинградской битвы фашисты просачивали свой. Ни разу пересечь ее, так и не слабо. Вот здесь нависла угроза прорыва немецкой артиллерии танков «Кудакло». 400 метров вдоль Волги, 250 метров вверх, наше разведку сказал, что нейтральная масса. Когда 13-й партнерской битвы генеральный родитель переправилась через полку, здесь везде в руины, мы увидели выход на здание. Смотрите, просматриваются на сквозь. Сначала обосновались на среда подданных, но среди руин, среди домов сохранился один из двух. Всем привет, с вами канал «Артмания», мы с вами в Волгограде, Сталинград, или Царицын. Кому как интересно. Волгограде, Сталинград, или Царицын. Сталинград, или Царицын. 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 Может ты меня сфоткаешь с ним? Нет, здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Воспитатели детского сада восстановили за 58 дней, не стали мужчин ждать, когда они вернутся с фронта, а так горсточком по кирпичикам восстанавливали любимый город. В тем временем у нас уже холодно, и поэтому от нас за жилыми домами до войны были нефтяные склады Нобеля. И Нобель вместе со своими братьями построил эти нефтяные склады. И вот фашисты, когда подходили к городу, они ведь за неделю планировали захватить Сталинград. И все расписали буквально каждый день. Как военно-стратегические объекты необходимо было их сразу взять. Вот сейчас мы с вами вложимся в территорию чемпионата мира по футболу в четыре игры было. А теперь смотрите. Огромная территория Мамаева-Кургана с левой стороны. И мы пойдем с восточной стороны на высоту 102. Подойдем к скульптуре и дальше пойдем уже к телевизионной вышке. Вот там нас будет ожидать автобус через... Значит, в каком мы времени живете? По московскому? Да. Так. Значит, вот день. Кому тяжело будет подниматься по этим ступеням. Но мы идем постепенно. Видите, группы идут постепенно. Не сразу. Машу взяли эту высоту. Идем с экскурсии. Спокойно. Продолжение следует... Продолжение следует...